Проект возрождения судоходства на Иртыше уже в работе у мажоресменов. Депутаты-аманатовцы рассказали, что с его реализацией сразу несколько областей Казахстана смогут перевозить грузы самым коротким путем и дешевым транспортом. Как отметил Лукбек Тумашинов, еще 10 лет назад по реке ходило более 250 судов, а одно только иртышское пароходство Восточного Казахстана обрабатывало до 10 миллионов тонн грузов. Теперь показатель можно увеличить в разы и вывести на международный уровень, к примеру, перевозить товары из Китая в Россию и обратно. Правда, для начала необходимо провести дноуглубительные работы. Также в селе Тугыл рассматривается вопрос возведения транспортно-логистического хаба. А еще одна гидроэлектростанция станет не только контррегулятором, но и позволит обеспечить водой столицу, говорят парламентарии. В прошлом году, то есть, летом был дефицит воды в Астане. В этом году была засуха, заливная луга. Почему? Потому что не был контррегулятор, это должен ГИС еще один построиться. А иртыш у нас самый такой, и судоходный, и самая большая река в Казахстане. Мы его должны сегодня думать, как его использовать.